Как мы уже сообщали, названы лучшие службы по связям с общественностью дочерних обществ «Газпрома» по итогам работы в 2015 году. Конкурс проводится с 2009 года и уже стал доброй традицией. «Газпром – компания номер один не только в добыче, транспортировке и экспорте газа, но и по вниманию средств массовой информации по количеству новостей о компании», сказал на церемонии вручения наград Алексей Миллер. У «Газпром» добыча на дым – первая премия в номинации «Лучший интернет-сайт». И несколько вторых в номинации «Благотворительный производственный проект», а также серебряным призером стала программа «Подробности» в номинации «Лучшая телевизионная программа» 2015 года. Подробнее о конкурсе поговорим с гостем программы, начальником службы по связям с общественностью и СМИ «Общество «Газпром» добычи на дым» Андреем Тепляковым. Здравствуйте, Андрей Павлович. Здравствуйте. Из семи номинаций четыре наши. А сколько вообще всего было подано проектов от нашей службы и о чем они? Ну, интереснее всего говорить о проектах, наверное, которые победили. У нас нами было подано шесть проектов, из них четыре завоевали те или иные награды. Вот второе место за проект «Сложное доносим просто» – это проект «Об охране труда». На протяжении и прошлого года, и в этом году мы продолжаем. Мы довольно много делали продукции, связанной с этой темой. Это и фильмы, и баннеры, и буклеты, и календари. Мы все вместе это объединили и презентовали как проект. Затем тоже второе место за благотворительный проект «Сотрудничество». Это проект, который посвящен нашим взаимоотношениям с коренными малочисленными народами Севера. Благотворительность, помощь в транспортном обеспечении, доступ на объекты Баваненкова, медицинская помощь, магазины и так далее. Мы все это объединили и также презентовали. Второе место – это буквально диплом, наверное, должен у вас в студии остаться. Это лучшая программа. Программа подробностей как раз стала. Уступила только одним, а конкуренты были очень сильные, кстати. Допустим, третье место заняла компания «Газпром Трансгаз Беларусь». Ну, скажем так, это федеральная в своей стране программа. И с программой, которая выходит на первом их белорусском канале. А мы их победили. С нашей аудиторией 40 тысяч и с Надымом. Так что можете гордиться. И первое место – лучший интернет-сайт. Этот проект интересен тем, что он нами не подавался как конкурсный проект. Не было специальной презентации. Просто ввели эту номинацию и членам жюри раздали список адресов сайтов. И они должны были заполнить оценочную анкету. И вот, просмотрев все сайты дочерних обществ компании группы «Газпром», жюри приняло решение о том, что сайт «Газпром Добычный надым» является самым лучшим. Андрей Павлович, мы ведь традиционно участвуем в конкурсах корпоративных СМИ. Каких успехов нам ранее удавалось достичь? Конкурс проводится с 2009 года. И во всех конкурсах, кроме первого, у нас были победы. Победы, я имею в виду призовые места. Не всегда первые. Первые места у нас были в номинации «Лучший пиар-менеджер». Были вторые места в номинации «Лучшее освещение годового общего собрания акционеров». Сейчас уже нет этой номинации, но когда она была, газета «Газовик» становилась одним из победителей. Второе место у них было в номинации «Лучшая корпоративная газета». Еще ряд проектов у нас побеждали, но так много мы никогда не выигрывали. И справедливости ради стоит отметить, что так много номинаций никогда и не было. Просто в этом году формат конкурса был пересмотрен, стало больше проектов, больше номинаций. А судьи кто? И вообще, насколько сложно нашей службе конкурировать с другими дочерними обществами? Вы уже об этом немного начали говорить. Судьи – это люди в основном профессионального сообщества. Из департамента профильного «Газпрома» там всего два человека. А остальные – это профессионалы, каждый в своей области. Дизайнеры, новостники профессиональные, телевизионщики. Очень много профессиональных людей. Все имена довольно громкие, известные в профессиональных кругах. Поэтому мне нравится этот конкурс тем, что он так объективен. Он не просто корпоративный, а именно дает возможность получить оценку со стороны экспертного сообщества. Насколько сложно? Мы побеждаем, поэтому может кому-то показаться, что просто. На самом деле сложно. Конкурс всегда такое дело. Андрей Павлович, спасибо за беседу. Субтитры создавал DimaTorzok